Саламу алейкум, Тумсо, брат, почему ты сказал, что большинство азербайджанцев не являются мусульманами, ведь по сути там нету такого фанатичного шиизма, как в Иране, насчет Ильхама Алиева, согласен. Арсен, саламу алейкум, Тумсо, как-то раз с друзьями приехали в Грозный, и я был в шоке от увиденного. Внутри центральной мечети маленькие дети кричали «Ахмад Силы, какая же там идет жесткая пропаганда». Но да, в этом нет ничего, наверное, странного. Дети, они на то и дети, они мало что понимают. Но когда они вырастают, начинают что-то понимать, многих уже тошнит от этого клича «Ахмад Силы». И, кстати, вот сегодня появилась статья на Кавказском узле о новой арке. При въезде в Грозный построили арку из двух таких сторожевых чеченских башен, соединенных между собой типа мостом. И сверху написано «Ахмад Силы». Ну и, значит, приводится мнение людей, что большинство людей не оценило эту надпись. Людям это раздражает, людям это надоело, многим откровенно смешно, потому что это какое-то ребячество. И вообще меня поражает то, как Кадыров издевается над этим въездом в Грозный. Он сначала, еще раньше, в начале своей карьеры в Чечне, своего наместничества, он установил там глобус и написал на этом глобусе «Чечня – центр мира». Уже тогда, я помню, это было мемом, все с этого смеялись. Что это за выражение такое «Чечня – центр мира». Ну это вот в его стиле, это такое типичное ребячество. И вот сейчас он, значит, построил арку, на которой написал, что «Ахмад Сила». Такой уровень интеллекта у человека. Вот он живет в этом своем мире, в котором это круто. Написать, что «Ахмад Сила при въезде в город – это круто». Это вот его какие-то мечты юношеские. И он весь в этом, понимаете. Когда у него только появилась какая-то возможность, он создал боксерский клуб и назвал его своим именем «Рамзан». Потом этот «Рамзан-клуб» был переименован в «Ахмат». Потом он перепрофилировался в бойцовский клуб. И сейчас вот это известный бойцовский клуб «Ахмат». Вот все, что эти люди делают, это такое типичное ребячество. Это какие-то их комплексы юношеские, детские, неосуществившиеся когда-то мечты. И сейчас они все это реализовывают. Я не знаю, к какому возрасту у него это пройдет, когда он уже наконец повзрослеет и начнет как-то по-взрослому мыслить, понимать, что это все полная чушь. Я не знаю, когда это произойдет, но, возможно, никогда. Возможно, что он и состарится. Если, конечно, он доживет до своего преклонного возраста, то, возможно, он даже тогда будет жить вот в этом ребячестве. Я помню себя в лет, наверное, 15-16. Тогда у меня, возможно, еще были, знаете, такие вот желания сзади на лобовом своего автомобиля наклеить что-то, свое имя, имя своего тейпа родового села, города. Бывает, что такое, какое-то ребячество. Тогда это, я помню, вот такие вещи были. Но делать это в 30 лет, в 40 лет, ну, это просто жесть какая-то. Людям, конечно, это не нравится, а людей это раздражает. Кого это не смешит, не улыбает, того это раздражает. Людям это уже надоело. Все-таки это въезд в город, он должен быть каким-то, я не знаю, официальным, солидным, серьезным. Он не может быть по-детски смешным. Это ненормально. Я не знаю, это где-то в песочницу можно было бы там написать подобное. В крайнем случае в свой бойцовский клуб, когда в Ахмад ты заходишь, напиши это, что Ахмад это сила. Но как можно это написать при въезде в Грозный, при въезде в столицу? Вы можете себе представить, что, допустим, при въезде в Москву напишут, что там Fight Night Silla? Представляете себе подобное? Или что там напишут дзюдо сила? Вот дзюдоист же Путин, и он напишет дзюдо сила. В арке там с юго-западного въезда в Москву. Ну бред ведь! Таких аналогий можно приводить бесконечно. Это просто полная чушь. И мне смешно, но я живу не там, поэтому я, наверное, не вижу это каждый день. Меня это не раздражает. Но людей, живущих там и видящих это, им уже походу не смешно. Их это реально раздражает. Дзюдо сила, кстати. Хорошая идея для Путина. Пусть напишет при въезде в Москву дзюдо сила. Раньше было написано «Добро пожаловать в ад, теперь Ахмад сила». Добро пожаловать в ад. Я помню, была надпись, когда спускались в туннель со стороны. Центра Грозного. Там была эта надпись «Добро пожаловать в ад». Но это было во время войны. То есть, это как бы было написано для российских солдат, что вы приехали, вот, «Добро пожаловать в ад». Generation Y. «Ты видишь ФИО своих патронов?» Нет, конечно, нет. Как эта система действует? Думал стать твоим адат-патроном? Нет, я не вижу ничего, кроме того, что вы сами показываете. Я вижу только вашу электронную почту. И вот если вы в этой электронной почте напишите название электронной почты, почты у вас будет там «Хампаш Махмудов 18 сентября 1985 года рождения» и потом «собачка.gmail.com», то вот это я увижу. Если вы там в почте, кроме названия почты, можно еще заполнять имя, там, фамилию, свои данные можно забивать. Если вы эти свои данные туда забьете, то вот то, что вы туда забили, то я и увижу. Но если у вас почта будет там «Максимус собачка.gmail.com», то я увижу только вот это, этот ваш ник. Я больше ничего не вижу. Ни я, ни те, ни то сообщество, которое подписано на меня, они тоже не видят. Они, по-моему, даже и ваших, вашей электронной почты не видят. Не, по-моему, а точно не видят. Только я вижу вашу электронную почту. Вы друг друга электронную почту не видите. Вы не можете. Вы, если будете постить там что-то, вы сможете общаться друг с другом, но какую-то информацию другую вы не увидите. Просто не пишите своих данных в названии своей почты. Не делайте такую почту, как вот «тумсо Абдурахманов.собачка.gmail.com», например. Не делайте этого. Пишите какой-то, какой-то ник свой, или «Кунть Абракадабру». Напишите. И все. Больше ничего о вас мы не узнаем, иншалла. В том, что ответ Кадыров стремительно теряет рейтинг популяции, популярности, наверное, и доверии, что всей семьей состоит в спонсорах у певца Моргенштерна. Теперь понятно, откуда такое количество подписчиков у них. Да нет. То, что они участвуют в этих различных гивах, это их средства набора подписчиков в социальных сетях. Для них это очень важно, иметь вот эту огромную аудиторию, пусть и не активную, пусть и не совсем важную, но вот она им нужна. Деньги есть, для них не проблема несколько миллионов закинуть Моргенштерна, поэтому они в этом участвуют. И отсюда очень радует, когда Инстаграм его блокает, ему приходится снова и снова развивать свои страницы. А так, в целом, я думаю, здесь проблема не в потере какой-то популярности, он и так особо не... Он вообще держится-то, его власть в Чечне, она-то держится, зиждется не на популярности, а чисто на его отношении с Путиным. Он не должен быть популярен в народе для того, чтобы оставаться там главой. Он просто должен с Путиным иметь хорошее отношение. Он будет там главой, несмотря на то, что народ его ненавидит. А то, что народ его ненавидит, это знают и в Кремле, и во всем мире. Все это прекрасно понимают. Асаляму алейкум, Томсо, брат, почему ты сказал, что большинство азербайджанцев не являются мусульманами, ведь по сути там нету такого фанатичного шиизма, как в Иране, насчет Ильхама Алиева согласен. Асаляму алейкум, асаляму. Я не сказал, что большинство азербайджанцев не являются мусульманами. Я сказал, что большинство азербайджанцев являются шиитами. И это было в контексте ответа на вопрос, можно ли считать войну в Азербайджане между Азербайджаном и Арменией священной. Я сказал, что здесь вообще не нужно с религиозной точки зрения на это смотреть, так как и сама страна в своей основе абсолютно никак не по ее строю, ее нельзя назвать исламской, не по населению, ее нельзя назвать мусульманской, исламской страной, так как большинство в ней, проживающих в этой стране, являются шиитами. При этом я не говорю, что там эти шииты, являются они мусульманами или не мусульманами. Это уже отдельный вопрос, по которому должны выносить решения ученые. Это все-таки не моя тема. Так я просто в целом говорю, что относиться к этому, пытаться это оценить с религиозной точки зрения и там присвоить звание священной войны, но это как-то, я думаю, глупо. Это нужно смотреть просто исключительно с точки зрения геополитики. Субтитры создавал DimaTorzok